Приветищи! Мы продолжаем с тобой спасение Хайрула и, соответственно, самой Зельды. Для тех, кто не в курсе, почему у меня такой голос, напоминает, что я еще болею. Осталось еще чуть-чуть, и я скоро уже выздоровлю. И также, если ты ждал Зельду, то не забудь поставить лайкос и, конечно же, подписаться, если ты еще не подписан. Ну а мы начинаем. В позапрошлой серии, если ты не видел, мы достали с тобой Высший Меч. Или же, как его называют в легендах, Легендарный Меч Сокрушитель Зла. Выглядит он вот таким вот образом. Он должен светиться, когда мы будем подходить к каким-нибудь подопечным Ганнона или к самому Ганнону. Я в нетерпении посмотреть, как же он сияет. А еще я хочу услышать, как он с нами болтает. Надеюсь, что в скором времени мы это выясним. Но пока мы направляемся в новую деревню. Деревня, которая находится чуть левее от нас и совсем неподалеку. Но сперва нам нужно с тобой достать коня. А как я уже вижу внизу, вот там вот есть конюшня. Так что направляемся прямиком туда. Блин. У нас совсем мало выносливости теперь стало. После того, как мы поговорили с демоном и обменяли выносливость на сердца. И чую мы сейчас упадем. А? Пока летим. Хорошо. О, черт. О, выжили. Слава богу. Пойдем добежим до конюшни. Конюшня лесная. Здравствуйте, здравствуйте, товарищи владельцы конюшины. Я бы хотел у вас немножечко вздремнуть. Можно? Отлично. Мы восстановили с тобой здоровье. И готовы к новым приключениям. Пойдем пошаримся здесь. Может что, найдем дельного. Песель добрый. Козы. Вон там вот вижу меч какой-то огроменный. Или это топор? Что это за меч такой? А, это топор. Не, двойная секира нам не нужна. А вон светильщик, кстати. Надо бы туда добраться. И вижу селезня еще. Селезень это очень круто. У меня его ни разу не было. Селезень, стой. Красавчик. А так. Говорят, мясо селезня обладает какими-то особыми свойствами. Вот мы это и проверим. Сырая ножка. Ну вот, это обычная свежая птичья ножка. Уверен, что в этом небольшом озерце есть что-то ценное. Ага. Вон, видишь? Подсвечивается. Походу это сундук. А нет, это не сундук. Это головоломка короков. Надо ее решить. Опачки. Значит. Вот этот лишний камушек. Мы его берем. И тащим вот сюда. Нет, не совсем так. Значит, его надо с другой стороны поставить. Давайте сюда. О, точно. Спасибо за семечко, мой лесной друг. Пойдем теперь побыстреньку пройдем в светилище Мирошас. Чувство меры. Лифты даже есть, смотри. Ого-го. Я чувствую, тут что-то будет интересненькое. Там такие врата крутые, здоровенные. Куча всяких рычагов. Сферка. Сундук. Первый раз вот так вот просто можно подойти и забрать сундук. Вот это по кайфу. Железная кувалда. С повышенной прочностью. Блин, ну у меня места нет в сундуке. Я бы ее взял, конечно. Ладно, фиг с ним. Оставим на черный день. Пускай здесь лежат. Высший меч нам нужно сменить. Мы будем им пользоваться только в битве с подопечными Ганноном. Это морозный меч. Вот. Страж меч возьмем. Так. Что происходит? Что произошло? Ага. Это просто нам дает дополнительную сферу, если мы профукаем эту сферу. И куда дальше? И чего нам нужно? Как мне теперь попасть вон на тот остров, где ворота стоят? Ааа. Я теперь понял, зачем здесь молот-то нужен был. Мы, короче, сейчас будем с тобой играть типа в бейсбол или в гольф. Кому как угодно. Нам нужно с тобой этот шарик вогнать в стадис. Вот так. А теперь просто нужно грамотно его туда докинуть. Мажу. Ну-ка. Ааа. Почти. Но промазал. Вот и меч сломался. Так. Ну попробуем вот столько ударов. Как далеко он улетит. Нифига он далеко не улетел. Ладно. Раз меч у нас сломался, давай возьмем тогда кувалду. Ну-ка, сейчас получится, нет? Ааа. Почти. Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп. Есть. Аллилуйя. Ух ты, нифига себе. Смотри, какой занавес открылся. Только не говорите мне, что это еще не все. У меня уже молот сломался. Так. Ну тут понятно. Вот этот мостик нам нужно просто перевернуть. С этим нам поможет вот этот огроменный камень. Осталось только его туда как-то затолкать. А поможет нам в этом копье могучего левра. Вот так. Отлично. Ну а дальше, в принципе, все просто. Тут уже должен быть старейшина. Ага, вот он ты где. Старый пердон, блин. Придумал же ты тут свое равновесие. Гони сферу. Теперь у нас есть четыре сфера духа. А это означает, что мы можем обменять ее на сердце или на выносливость. Я думаю, что нужно взять выносливости. Ее крайне мне не хватает. А сердец у нас и так в достатке. Значит, я хочу посмотреть в конюшне. Есть рецепты какие-нибудь... О, есть. Есть рецептик. Есть еще какое-то чтиво занятное. Значит, давай сфоткаем рецептик на память нам. Это кто меня толкает, э? Чурбандрэн, офигел что ли? Отойди, не мешай. Вот ты, баран, а. Все фото испортил. И как мне теперь? Ты загородил своей сумкой все? Блин. Меня зовут Болдин. Я из турагентства Горанграда. Если не удается достать огнеупорные доспехи, использую пожарное зелье. Сделать его проще простого. Бросаешь в казан пожарную ящерицу и еще что-то, не помню. В общем, разберешься. Друган, может ты отсюда свалишь, а? Подтолкни немножечко свое пузо. Вот так вот. Спасибо. Вроде получилось. Смотри, смотри, он меня сейчас намахает. Как свертуха, он отдаст мне сейчас. Иго-го, брошечка моя, здорово. Поехали путешествовать. Кстати, вулкан я уже отсюда вижу. Вон он, дымится там. А, нет, это башня. Перепутал немножечко. А это кто там по дороге бегает? Белка, что ли? Точно, белка, смотри. Здорово, белка. Догоняй ее. А, она уже скрылась. Скрылась в траве. О, там кто-то о помощи просит. Ну-ка, пойдем разберемся сейчас. Свинту сгоняет какого-то жителя. Эй, свин. Ты че такой беспредельщик-то? О, еще яд хватил. Ну, здорово вообще. Ты че тут одна делаешь, а? Ты очень сильный. Возьми вот это в знак благодарности за мое спасение. Скорое горячее молоко. Найди себе лучше телохранителя, если хочешь гулять тут. Смотри, какие интересные тучи. Стой, 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 голубого. Вон там вот, как будто горы какие-то прикрывают что-то. Или как НЛО какое-то, я не знаю. Как башни какие-то, да? Интересные такие тучи. А вулкан находится вон там. И мне кажется... Ну да. Я поехал не той дорогой. Ладно, поехали вначале башню откроем. Вон она, вон та башня. А оттуда уже поедем на вулкан. Чем ближе я к этим облакам, тем интереснее и любопытнее. Что же там? Может это глюк какой? Смотри, какая здесь огромная деревня Бока Гоблинов. Тут прям такая нормальная инфраструктура. Короче, чтобы к этой башне пробраться, нужно обязательно пройти деревню Бока Гоблинов. Кстати, там вроде никого нету, она пустая. То есть мы вот так вот пробираемся, пробираемся, там вот пробегаем, идем вот сюда на сопку, вот эту, в гору и к вышке. О! А там чего? Стой, 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 Гобоб, вон там что-то светится. Че это за штука такая интересная? Ну-ка поехали. Я такого никогда не видел еще. Эй! Так, стой, стой, стой. Че тебе надо? Кто такая? Так, подожди, прежде чем я с тобой заговорю, надо меч одеть. Вдруг ты из шайки Ганнона? Где мой меч? Надеть. Ну-ка. Нет, вроде не светится. Значит, нормально, тетка. Давай поболтаем. Привет. Не часто здесь встречаешь хайлийцев? Ты ведь хайлийка, да? Я другое дело, занимаюсь торговлей, поэтому очень много путешествую. Кстати, меня зовут Магнолия. Слушай, ты встречал в этих краях каких-нибудь Зора? Не, не было. Они просили тебя сходить к мосту иного, и встретиться с их принцем Сиданом. Да ладно. Ходила я к этому принцу, очень странный тип. Сразу мне такой, а как тебя зовут? Говори же скорее. Меня оттуда как ветром сдуло. Вот сам сходи, убедись. Наверняка с парнями он ведет себя не так накально. Ладно, схожу, а... Где эта деревня-то находится? Надо почитать вот тут вот эти. Направляющие. Путь на гору смерти Акалла. Владение Зора. Ага. Опа, это кто тут? Твою ж налево. Где мой меч? Меч, почему ты не светишься? Это же чувак от Ганнона. Ладно. Сейчас опробую свой меч. На тебе. Что за фигня? Это... Это... Это как называется? Он какого-либо начал магию использовать, а? Ты кто такой? Мааа. Получай. Блин, я думал, что этот меч сейчас будет их разрезать нафиг. А нифига подобного. Вот так вот. Может быть, я этим мечом как-то не так пользуюсь? Надо будет инструкцию потом почитать. Так погоди, получается вот эта башня, это... Но точно... О, ящерицы. Это, получается, деревня вот этих взоров? Обалдеть. Как мне эти ящерицы здесь? Иго-го, бро, побудь тут. Я в деревню схожу, поболтаю с этими чунгачкуками. Эй, парень! Да тут, тут я! Сидон, принц Зоро. Привет. Ты же хайлиец, правда ведь? Мне очень нужно поговорить с тобой. Я знал, что найду хайлица. Позволь представиться. Я Сидон, принц Зоро. А тебя как зовут? Говори же скорее. Я Линк. Линк. Правда? Замечательное имя. Кажется, я где-то его уже слышал. Но имя хорошее. Я, между прочим, за тобой наблюдал. По тому, как ты двигаешься, сразу видно, что ты не какой-нибудь простак. Линк, ты ведь доблестный хайлийский солдат, верно? Ну да. Я так и думал. Я же принц Зоро. Я сразу понял, кто ты. Превосходно! Я давно искал такого, как ты, Линк. Кого-то, излучающего мощь. Владение Зоро в опасности чудища воды Варута устроило настоящий потоп. Чудища Варута? Погоди, я шел на вулкан. Пришел к тебе как-то... Ну ладно. Помоги, по-братски. Нам нужна твоя сила. Хе-хе. Приходи во владение Зоро. Ну, хорошо. О, значит, придешь? Погоди, а это... Я сейчас не в твоих владениях, разве? Спасибо, Линк. Вижу, я в тебе не ошибся. Владение Зоро будет спасены. Пожалуйста, отправляйся туда как можно скорее. Из-за проливных дождей скалы скользкие, и лазить по ним сложно. Иди по этому пути, и ты быстро доберешься до нас. Жаль, что хайлийцы не могут плыть вверх по водопадам. Путь во владение Зоро может показаться тебе сложным. Еще тебе могут встретиться грозные монстры. Они очень опасны. Но не сдавайся. И тут должна быть фраза. Я же Сида, принц Зоро. Хе-хе. Ах, да. А, я хочу тебе кое-что дать. Мелочь, конечно, но тебе пригодится. Грозовое зелье. На шесть минут. Спасибо. Это зелье повысит твою сопротивляемость. На нас, Зоро, оно, к сожалению, совсем не действует. Пользуйся на здоровье. Ну ладно, я поплыву вперед и постараюсь избавить тебя от неприятных сюрпризов. Ну спасибо, чувак. Как-то все получилось не так, как я хотел. Путь во владение Зоро. Новая цель. Я хочу еще до вышки добраться. Придется нам вернуться обратно. Тут кто у нас? Ты тут все с моим конем дружишь, да? А ну пошел вон в глаз. Сейчас ему дам. Ага. И еще разочек. Отхватил по шапке. Так, значит. Учитывая, что в деревне никого нет, я думаю, что они где-то плавают в воде. Если я туда побегу, то они сразу выпрыгнут на этот мостик и мне кранты. Поэтому я сейчас сбираюсь повыше и лечу на параплане на противоположную сторону. Вот так. Отлично заработано. Осталось только взобраться и все. Пол дела сделано. Теперь нужно просто залезть к вышке. Ты че? Это ядовитые, что ли, какие-то чуваки? Чуваки, тихо, 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 тихо. Блин, еще и камни кидает. Ладно, буду разбираться с вами. А то, походу, мне никак не пройти дальше без этого, да? Воу. Это было близко. У меня, если че, щит есть, чувак. Так что ты сильно по-моему педривайся. Получил? Тощий. Смотри, смотри, смотри. Там чуваки спят. А сверху... А, блин, че ты встал-то, а? Тебе спать надо. А там вон эта штука есть. Чпинг. А, там сундук, блин. Я думал, камни. Давай, короче, мы к нему подкрадемся и его огреем. Кстати, у него оружие на полу лежит. Надо оружие первым делом свистнуть. Хотя у меня сумки полные. Куда я свистну-то? О, щит. Щит, это круто. Забираем. Погреть. Вот это я сделал. Вот это я хитрец. Че в сундуке? О, боевой лук. Скорострельный. Опупительно. Блин, долбаный дождь, а? Хоп. Пачки. Грибочек возьмем. Я тут могу как-нибудь аккуратненько вот так вот облезть. Все это дело беспалевно. Вроде получилось. Смотри, как они... Они все на вышках таких хлипких сидят. И там куча сундуков. Хотя нет, это один сундук. Ладно. Как бы нам по-хитрому это сделать все? Так, значит. Этот вот так вот падает? Ему вообще пофиг, по-моему. Слушай. А, там вода. А они же боятся воды. Минус два. Больк. Красавчик. А зачем камень тогда сделали? Я вот не въезжаю. Ну, его тоже скинем. А, он должен был пришибить вот эту свинью. Ну, а этому супер-сюрприз достался. Поиздевался над свиньями. Нефиг было сидеть на таком месте. Охотничий щит. С повышенной прочностью. Шикарно. И, как обычно, нет места. У меня такое чувство, что я сейчас могу вылезти на какую-нибудь... Опа. Чуть. Невидимые свиньи. Ой-ой-ой. Меня здесь нет. Ты видел, да? Вначале там никого не было. Потом они появились. Эти свиньи. А, уже утро. Они проснулись. Черт, подери. Ладно. Подарочек ловите, парни. А ты что, прибежал? Что, биться будешь со мной? Ну, ладно. Давай подерем. А, тихо. С огнем дело плохих. Огонь, детям, не игрушка. А ты что хочешь? Блин. Не успел вернуться. Ой-ой-ой, как меня покатило-то. Так, нет. Нет ушки. Отстань от меня. Еще захотели поджечь маленького эльфа. Тут опять деревня. Может быть мы их облезем? Давай. А ты откуда были? Пошел вон. Спион маленький. Полезу я, короче, наверное, по горе. Это самый простой способ избежать драк. Я немножечко постарел и стал ленивым. Блин, здесь тоже свиньи. Так вот, к чему я? Я стал ленивым, старым. И мне что-то как-то не очень хочется драться. Это я про Линка, не про себя. Мне-то что, мне пофиг. Это Линка, все. Давай, всех будем обходить. А там мне что-то так лень драться. Башня Ланейру. Прекрасно. Мы сюда добрались. И отсюда потом можно будет на параплане, если нам хватит выносливости, добраться до деревни Зору. А где она, кстати? Я что-то потерялся я. Ладно, неважно. С башней разберемся. Полезай, короче, наверх. Блин, чё я туплю? Чё я... Блин. Я совсем забыл про силы... Я, кажется, застрял. А, нет. Я совсем забыл про наши с тобой силы, которые нам подарили другие герои. Сила револей. Давай-ка. Поднимай-ка меня наверх. Вот спасибки. Ну вот, еще одна башенка. Вон, 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 смотри. Справа сияние такое на горе. Надо туда сгонять. А вот и часть карты открылась. Замечательно. А вон куда нам нужно. Ну и здорово. Курс намечен. Где это сияние я видел? Сияние, сияние... Вон оно. Вон оно, это сияние. Нам туда нужно срочно телепортнуться. Так, так, так. Мы на этой горе. Ну давай, ревали где-то там. Вон оно сияние. Вон оно. Сейчас мы посмотрим, что там. Из-за чего же оно так светится? И появляется оно, кстати, не всегда. Опачки. Смотри-ка. Там эти зайцы и огромный конь. У него четыре глаза. Обалдеть. Надо ближе подобраться. Сколько зайцев, ты посмотри. Это сияние от них исходит. Ешки-матрешки. Ребят, вы что здесь все делаете? У вас какой-то ритуал, что ли? А конь, конечно, зачетный. Я бы его оседлал. Так, где мои стрелы? Ты прикинь, сколько мы сейчас бабла с тобой поднимем? Нужен... Я даже не знаю, с чего стрелять-то. Блин, взрывных стрел нет. Все очень плохо. Придется подрывать. Придется подрывать. Блинский. А что, если этого коня заморозить? Берем золотый лук. Берем ледяную стрелу. И теперь... Блин, стой. Стой, конь, куда ты пошел? И теперь вот так вот. Готов. А теперь обычной стрелой надо в него пострелять. Зайцы побежали. А ему пофиг. Блинский. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Здесь зайцы еще сидят. Можно с них рупи поднять. Те разбежались. Конечно, вот, блин, почему у меня не было бомбящих этих стрел? Это прям печально-печально. На тебе в бошку. Сейчас намечусь. На тебе в бошку. Еще. Все, убежал. Ну, и те все тоже разбежались. О, конь-то здесь. Конь-то здесь. Так. Вначале я его заморожу. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. А теперь на него садимся. Опа! Оседлали коня. Теперь мне нужно, 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 нужно. Я, правда, не знаю, хватит у меня сил или нет. Я думаю, что навряд ли. Мне нужно кое-что схавать. Вот эту штуку. Она придает сил и повышает выносливость. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой, как она быстро высасывает с меня силы-то. Вот это съедаем. И вот это съедаем. Капец. Не-не-не, я не вывезу его. Он очень мощный. Все, исчез. Короче, здесь просто нереальное количество выносливости нужно из сил. Но если я его оседлаю, это просто капец, как круто будет. Вон он еще раз появился. А если электричество мало шабануть? Ага-га. Скрылся. О, сундук. Смотри-ка. Фигаси. А что ты здесь делаешь? Надо его вытащить. Я здесь, кстати, блуждал, но... Его не замечал. Что в нем? Древняя узда. Загадочная узда, изготовленная по давно утраченной технологии. Повышает характеристики лошади до максимума. В том числе, количество пришпориваний. Офигеть! Иго-го-бро обрадуется как. Вот это круто. Обновочка для коня. Это местечко я запомнил. Когда у меня будет побольше выносливости, я сюда обязательно вернусь. А пока бежим спасать деревню. Деревня находится как раз таки вон там, где вот эти странные проливные тучи. Которые я думал, что какие-то башни или что это. В общем, нам нужно туда. Ладно, что, полетели. Весь прикол, что здесь идут проливные дожди. Постоянные. Из-за этого чудища, видимо. И поэтому ползать по горам здесь не удастся. Это означает, что мы будем драться со всеми, кто попадется на нашем пути. И это печальник. Вот там вот внизу, например, ящерицы. Но мы их попытаемся обойти. Оу-оу-оу-оу-оу-оу! Вот это страшно было! Жим-жим сейчас был. Капец. Ух ты! Ух ты! Это что такое? Ай-яй-яй-яй-яй! Надо железки снять. Блин, у меня даже никакого деревянного оружия-то нет. Как мне тут драться-то? Прогадал я, прогадал. Воу-воу-воу! Это что за дела такие? Я не понял. Это кто нас хотел задавить вот этим булыжником? А ну выходи! Чертяка такая, а! Тут база чьи-то. База, база, база. База ящеров. Попробуем подкрасться. Сколько там оружия-то, посмотри. На тебе! Вот это вот копье прям какое-то крутое. Копье Зора. Фу, оно вообще по урону ни о чем. А что в ящиках? Жареный краб. Монеточки. Яблочки. А-а-а. Переправа Ларута. Мне туда нужно идти вообще? Обязательно это делать? Кстати, а вон и сама деревня, походу, да? Ну да. Может я туда просто долечу? Если мне сил, конечно, хватит. Давай попробуем долететь. И раз, два, взяли! Ну вот. Оговорили переправа, переправа. А я тут коп и перолетел, все. Так, что-то я там видел? Ну, грибочек, что ли? Чудо-труфель. Здесь еще какие-то настенные надписи, истории. Мне это... Ай-яй-яй, чуть не упал. И там вон тоже снизу есть. Блин, походу, это какая-то важная информация, которую стоит читать. Но это будет уже после того, как я освобожу чудище. Если ты в курсе, что это за настенные надписи, и стоит ли их читать, то напиши мне об этом в комментариях. А вот он и центральный мост. Блин, как же тут красиво. Очень необычно и круто. Надо тут силпачок намутить. Королевство Алибарда. Давай сделаем вот так вот ручечку. Отлично. Жалко, Линк, у тебя инстаграма нет. Обладение Зора. Ну, это мы, в принципе, и пришли. О, какие люди. Я ждал тебя, Линк. Добро пожаловать во владение Зора. Я представлю тебя королю. Следуй за мной. Интересно, король узнает меня или нет. Так, надо меч одеть. Где мой меч? Меч, 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 меч. Вот он, высший меч. Так, походу, нам сюда, наверх надо. Нифига себе, король. Путь во владение Зора выполнено. Блин, вот это... Да это матка какая-то, а не король. О, ты, наверное, Харийц, которого пригласил Сидон. Спасибо, что проделал такой путь. Я Дорфин, король Зора. Так, так, а у тебя на поясе случайно не камень Шика? Ммм, дай-ка я на тебя посмотрю. Да это же Линк, воин Хайлицев. Ты меня помнишь? Не, я тебя не помню. А как ты меня узнал? По мечу или по камню Шика или... Или как? Значит, Линк, воин Хайлицев? Так вот, почему мне показалось знакомым его имя. Невероятно, что мне попался именно он. Вот так встреча. Должен сказать, я не видел тебя целую вечность. Друг мой, на меня нахлынули воспоминания. Ходили слухи, что ты погиб. А я рад, что это не так. Поразительно. Блин, что ему ответить? Я долго спал или я ничего не помню? Наверное, скажу, что я долго спал. Я долго спал. Спал, говоришь? Да так долго, что совсем меня забыл. А мифу? Мою дочь помнишь? Какую мифу? Значит, и мифу забыл. Вы же были так близки, не помнишь? Оглянись! Это статуя мифы. Приглядись. Возможно, к тебе еще не вернулась память о ней. Я очень на это надеюсь. Отец, давай не будем сейчас говорить об этом. Линк растерян? Да, ты прав. Удивительно, что ты, сам того не зная, пригласил к нам воинах-алийцев. Молодец, сын. Линк, я знаю, тебе пришлось через многое пройти, но прошу, выслушай меня. Владение Зора в большой опасности. Всему виной чудища и ворота. Я скажу, как есть. Мы не сможем усмирить чудища своими силами. Нам нужна твоя помощь. Что? Ваше величество, пусть мне оторвут плавник. Но мы не должны просить помощи у какого-то хайлица. Музу, ты не должен так себя вести. Ты оскорбил нашего гостя. Он пришел сюда по моей просьбе. Мы уже обсудили, что при таких дождях нам не обойтись без помощи хайлица. Я уверен, что благодаря ему владения Зора будут спасены. Верно. Линк все-таки один из воинов. Без его помощи и владения Зора... Нет, весь хайрул может просто смыть водой. И Зора, и хайлицы сейчас в одной лодке. Мы должны протянуть друг другу плавники помощи. Ваше величество, неужели вы забыли, что натворили хайлицы? Если бы они не полезли к древним машинам сто лет назад, хайрул не был бы уничтожен. Но еще хуже-то. Что они забрали у нас госпожу Мифу? О, Линк. Чудище Ворота может производить поистине огромные объемы воды. В последнее время из-за него у нас постоянно идут дожди. Конечно, вода это стихия Зора, но даже мы можем от нее пострадать. Из-за дождей наше водохранилище и восточная чаша почти переполнена. Если его прорвет, владения Зора будут смыты с лица земли. А затем будет затоплен и весь хайрул. Чудища снова, ребят. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...